Микс Ньюс Здравствуйте, дорогие слушатели, это Радио Болтком, меня зовут Олег Пека И сегодня в нашей студии председатель правления консультационного центра собственников квартир Сергея Сидорко Здравствуйте, добрый день Программа «Добро пожаловаться», которая уйдет на летние каникулы Какое-то время, пару недель, ее не будет в эфире Поэтому сегодня у вас есть последняя, можно сказать, возможность на ближайшее время задать какие-то животрепещущие вопросы По телефону 67-212-93-9, 67-213-93-9 Или писать на WhatsApp, номер не изменился, 230-6191, 230-6191 И да, как-то мы как баснем «Стрекоза и муравей» обычно не думаем о том, что нас ожидает И несмотря на то, что жаркие денечки, лето, в принципе, не за горами и отопительный сезон И пока, в принципе, вот, может быть, те, кто за зиму тяжело было выплачивать счета за отопление Сейчас немножко выдохнули, но не будем забывать о том, что не только отопление Какие вот еще новшества, чем новый отопительный сезон нам может грозить? Ну, вообще, новый сезон обслуживания домов, если идти по отопительным периодам Он, первая для визжан неприятность, это в том, что практически на 20% повышается с началом отопительного сезона Тариф на тепловую энергию Это существенный прирост Несмотря на то, что там заверяют, что это ниже, чем в остальном по Латвии Но я думаю, что это заявление мало кого согреет Поскольку действительно это существенный прирост На 20% прирост стоимости отопления Это серьезно Это первое Второе, то, что нас ждет наверняка с Нового года Это веский скачок цены на обслуживание мусора То есть на вывоз мусора, скорее всего, для очень многих это явится шоком Потому что на сегодня, в силу того, что другие условия заключения контрактов У многих управляющих и у многих домов тарифы существенно ниже, чем то, что предполагается с 1 января Это тоже будет достаточно большим таким потрясением Ну и, конечно, 20-й год, он принесет еще одну такую вещь, которая будет тоже очень сильно влиять на наше благополучие Это вопрос о том, когда и каким образом будет пересмотрена кадастровая стоимость недвижимого имущества В том числе и земли И какие будут вообще цифры, с чего мы будем платить налоги в ближайшем будущем Я напомню, что до конца 2019 года кадастровые стоимости заморожены То есть они не пересматривались в течение нескольких лет И мы уже привыкли к тем налогам, что мы платили И, по всей видимости, наверное, расслабились до того, что считаем, что так оно будет и всегда Нет, этого не будет всегда Такие три вещи, которые очень, наверное, неприятны Но я полагаю, что необходимо еще раз напомнить радиослушателям о том, что они существуют И в связи с этим, несмотря на то, что солнышко светит И сейчас, наверное, все помыслы у нормальных людей, чтобы как бы вырваться на природу И забыть обо всех тяготах жизни И насладиться теми погодными условиями, которые есть Я хотел бы напомнить, что не за горами отопительный сезон В прошлом году у очень многих домов были проблемы с подключением к теплу У очень многих домов были и технические, и другие проблемы И я бы настоятельно советовал, несмотря на то, что вся внешняя обстановка призывает расслабиться Все-таки кому-то из представителей домов сконцентрироваться И проверить, как обстоят дела с подготовкой к отопительному сезону их в этом году Чтобы не было сюрприза потом Ну, в прошлом году для достаточно большого количества людей это был сюрприз Очень неприятный, когда длительное время не подключалось отопление Не было стабильным и не было равномерным по дому И с горячей водой были проблемы К тому есть масса объяснений, я не хочу к этому возвращаться Просто-напросто на сегодняшний день Имея в виду то, что было в прошлом году И помня о том, что было в прошлом году Считаю, что собственникам квартиры нужно проявить инициативу И самим поинтересоваться состоянием дел Ну вот Ирина нам пишет На сайте Ригалве было сообщение, что мусор подорожает с Нового года на 15% Вот такое По отношению к чему? Весь вопрос всегда процент Это очень интересная штука по отношению к чему Допустим, в моем кооперативе вывоз мусора стоил 10 евро куб А сейчас он будет стоить 20 евро куб Это вообще-то 100% Где-то у Ирины уважаемого видала 15% Возможно, это и в Ермоле так происходит Не знаю, но в Риге А я знаю, что у меня есть коллеги, которых цена вывоза мусора еще ниже Потому что, когда мы заключали договора с разными фирмами Фирмы учитывали в том числе и расположение твоего дома По отношению к пункту вывоза То есть, как далеко везти мусор на свалку Это тоже существенно влияло Я знаю, что в некоторых кооперативах вмешиваются Допустим, там вообще вывоз мусора сейчас стоит 6-7 евро А будет 20, единая цена по всему городу Поэтому 15% это, возможно, для того, у кого сегодня 16 стоимость Тогда, может, это будет 15% А у кого была старая цена У многих очень старая цена Ее в последнее время никто не трогал Потому что не было ясности, кто победит в этом конкурсе Да, это Бог, если будет 15% Да, пожалуйста, здравствуйте, вы в эфире Ваш вопрос Здравствуйте, здравствуйте Добрый день Вам звонит господин Федорко Очень приятно вас слышать Да, не слышала, но так не попадала Вы знаете, мы давно, вот в Юрмале, да Мы привыкли к тому, что у нас уже давно подорожало отопление Но и в частных домах, я не говорю о других, я в частном доме живу Вот представьте себе, что я платила 120 евро за газ А теперь я плачу 155 евро за газ То есть я уже привыкла к этим ценам, которые вы говорите И вы правильно сказали, люди должны быть готовы Они не готовы ни к чему Подорожание кадастровой цены будет очень серьезным Мы налог будем платить очень серьезным Вот понимаете, вот удивляюсь я на людей Вот действительно, приказай муравей Вы правильно сказали, ведущий, что приказай муравей А потом аха-хо-хо Надо думать об этом абсолютно Спасибо, что вы ведете эту передачу Спасибо, всего вам хорошего Спасибо Ну да, и кстати, вот в прошлый раз и звучали Голоса слушателей, что же вообще можно сделать И вот кто-то там чуть ли не вот Я платить не буду, там заявлял Кто-то еще какие-то там варианты предлагал Но в самом деле ведь эта ситуация чревата каким-то социальным взрывом, недовольством Потому что если, ну, это единичный случай Но если большое количество людей окажется, ну, просто зажатыми вот этими ценами так Что не будет хватать денег на еду, на лекарства, на какие-то самые необходимые вещи Видите, тут немножко, наверное, по-другому надо смотреть Чем больше будут зажимать людей, тем больше самоуправления будут вынуждены государству оказывать социальную поддержку Потому что как только у вас повышаются расходы на коммунальные услуги У вас сокращается общая доля дохода И, соответственно, очень быстро вы начинаете перемещаться в зону тех, кому положена социальная поддержка Так что я думаю, что здесь это такой обоюдоострый процесс Насчет социальных взрывов, ну, я не знаю Мне не хотелось бы вообще говорить насчет каких-то потрясений Честно говоря, потому что, ну, вряд ли кому они нужны И, во-вторых, это все равно ничего не решает Это все равно ничего не решит Возмущение, скандал, крик, какие-то активные действия Они не приводят ни к чему, абсолютно На самом деле, если вот мы уже в течение этих эфиров уже обсуждали Если ты хочешь, чтобы тебя услышали То, во-первых, тебе должно быть что сказать А, во-вторых, ты должен собой что-то представлять То есть, если пойдет один, там, даже супергениальный какой-то, там, теоретический человек И начнет вещать абсолютную истину Его никто из политиков слушать не будет Потому что он один И абсолютно истинно, опять-таки, никого не волнует По всей видимости, по жизни Поэтому неоднократно я уже говорил Что в Латвии отсутствует организация Общественная организация Независимая Которая представляла бы интересы собственников квартир Это должна быть действительно организация Я ссылаю все время на опыт Эстонии В Эстонии, допустим, союз квартирных товариществ У них такая форма выбранного объединения Они объединяют более тысячи домов Поверьте мне, для Эстонии это очень, очень большая цифра Это не партия, это организация Это союз квартирных товарищей Которые, каждое квартирное товарищество Представляет собой собственников квартир конкретного дома Да, эта организация Обрабатывает, как правильно сказать Изучает интересы Она формулирует вопросы Эти вопросы, формулировка их Подтверждается на конгрессах Внутренних И потом Да, пожалуйста Здравствуйте 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 Дмитрий Я с господином Сидорко в некоторых вопросах радикально Расхожусь Но вот в этом я его поддерживаю Ну и во многих других, кстати Потому что я его уважаю как специалист в любом случае Но, к сожалению, факты есть факты Наши люди объединятся не любят И даже очень сложно заставить объединиться Чтобы бедре его в доме сделать Да, то есть О том, чтобы объединиться в какую-то ассоциацию Наверняка сразу начнутся крики Ой, зачем мы будем платить деньги Ой, там нужно будут деньги на адвокатов, на юристов Зачем нам это надо И так далее и тому подобное Ну, факт есть факт Но есть одна вещь, которую можно сделать абсолютно бесплатно На портале Monobals есть инициатива об отмене Налогово-недвижимое имущество на единственное жилье Так вот, каждый из ваших слушателей было бы неплохо Если бы подписался под этой инициативой Потому что, на самом деле, это могло бы решить проблемы очень многих людей Потому что, в конце концов, если у человека есть 2 собственности или больше Ну, его трудно назвать малообеспеченным Мне кажется так Ну, в принципе, то, что я хотел сказать Спасибо Ну, инициатива, конечно, благородная Дай бог ей, чтобы она осуществилась Но я хочу напомнить уважаемому Дмитрию в том числе Что если мы проголосуем И кто-то проголосует, не мы А те, от кого это зависит Проголосует за отмену этого налога То не надо забывать, что это один из основных источников дохода самоуправления То есть, на эти деньги, которые сегодня мы вносим в этот фонд Ну, или в виде этого налога Самоуправление реализует в том числе и социальные программы Так что, изъяв деньги из одного места Туда, в это место, если мы хотим сохраниться на предыдущем уровне Надо что-то положить, значит, это неизбежно вызовет Какую-то другую реакцию Поэтому в данном случае все хорошо Но я не уверен, что это может сработать Или что это сработает именно так, как мы хотим Потому что, если бы вы сегодня объявили на МАНа Балсова лозунг Давайте отменим вообще все налоги То я думаю, что завтра вы получили бы там многосоттысячный результат положительный Потому что кто же хочет платить налоги? Это первое Второе, насчет того, что люди не хотят объединяться Да, не хотят Но Когда они звонят и говорят, почему нас не слышат? Ну, ответ очевиден Чтобы тебя услышали, нужно в конце концов Значит, я полагаю, не так все плохо Значит, не так все плохо И людям вполне так Есть товарищи, которые всегда пытаются решить вопросы достаточно экстремально А всем остальным все это хорошо То есть, всем остальным То есть, ситуация будет такая Тем, кому плохо и кто мыслит экстремально Они пойдут по кому-то своему пути Кто-то в одиночку будет биться Что-то доказывать по демократическому пути А посредине будет ставить масса И так, ну, линейно наблюдать А что там получится у кого? Так не сработает Так нигде в мире не работает И если мы так уж яростно говорим, что мы живем в демократическом государстве То надо использовать основной принцип демократии Основной принцип демократии – это все-таки объединение А почему вот у эстонцев это получается? Что это дело в каком-то темпераменте В каких-то, не знаю, национальных особенностях? Мне очень трудно сказать У них это получается У них это получается Причем у них это Они это начали делать где-то с 96-95 года Инициатива пошла из маленького городка У эстонцев немножко другое законодательство Оно обязывает собственников создавать товарищество в доме Оно может обхозяйствовать дом и может не обхозяйствовать Оно должно быть А с этого года вообще оно законом установлено Что каждый дом – это товарищество Но вообще у эстонцев я заметил Вообще в Эстонии это достаточно популярный вид объединяться Ну вот у нас еще звонок Буквально три минуты до перерыва Пожалуйста Извините еще раз Я не согласен по поводу налога на недвижимость Если посмотреть бюджет, например, Риги То доходы от налога на недвижимость составляют что-то около 10% Причем они выросли в несколько раз при Ушакове А до этого как-то тоже справлялись Это первое А второе, этот налог на недвижимость – это весь налог на недвижимость Включая налог на коммерческую собственность, на землю и так далее и тому подобное И поэтому потери самоуправления от налога на недвижимость, на единственное жилье будут не такими трагичными Они как-нибудь это переживут Особенно если сократят свои штаты и начнут меньше воровать Спасибо Ну, мы уже пошли в то, что мы будем делить то, чего нам не принадлежит Я в дискуссии не хотелось бы продолжать 110% бюджетовической думы – это что несколько… это под сотни миллионов? Ну, деньги, конечно, небольшие, скажем так Я опять-таки, я еще раз повторюсь, я понимаю так, что если мы хотим что-то облегчить одной группе населения То мы обязательно ухудшим что-то для другой группы населения Вы говорите, что давайте за счет коммерческой недвижимости давайте коммерсантам сдуть цены на свои услуги Ну, тут же палка, я не против этой идеи светлой Давайте сделаем всем дешевле, но… Как-то… В экономике не бывает, да, такого что? В фантастики не бывает И я не понимаю, кто они и кто мы Вот когда говорят о Веческой думе Ну, Веческая дума – это та структура, которую мы наняли Что наняли, то и получили Давайте говорить так И почему те, которые знают, как умеют не воровать и так далее, почему они не там, а почему они вне? Тут очень много вопросов Ну, что же, у нас сейчас время для небольшой паузы, после чего мы вернемся в студию Напомню, что председатель управления консультационного центра собственников квартир Сергей Сидорко в нашей студии Продолжается программа «Добро пожаловаться» Я напоминаю, что вот со следующей недели программа у нас уйдет в небольшой летний отпуск, перерыв Поэтому сейчас есть вот буквально последние возможности задать вопросы Сергею Сидорко, председателю управления консультационного центра собственников квартир Вот Ирина пишет, нет вожака человека, который мог бы объединить людей Такое высказывает мнение Ну, трудно сказать, потому что, на самом деле, есть ли инициатива, есть ли кого объединять Я, уважаемая Ирина, отвечу так Вот, начало отопительного сезона прошлого года в Фейсбуке поднялась большая буча по поводу того, что случилось с отоплением Там, сейчас я могу сказать, что тусовалось по несколько тысяч человек, изливали свои возмущения, делились опытом преодоления и так далее Ну, казалось бы, в такой ситуации, ну, как бы не объединиться Я предложил этим людям, я зашел на эту страничку и предложил, что я предоставлю для встречи помещение, я предоставлю, если надо, начальную юридическую помощь с тем, чтобы создать такое объединение, чтобы они вот начали свои вопросы решать Вышли бы из-за шермы или вот этой вот аватарки в Фейсбуке, а вышли бы в реальную жизнь, начали формулировать вопросы и пытаться их решать Не надо было там решать на уровне государства или на уровне, скажем, самого правильного Там достаточно было просто создать рабочую группу или создать объединение, которое бы начало беседовать с управлением Рига с новым паролом, немножко, ну, в другом ключе Ну, скажу, думайте, какой результат? Ноль Пришло три человека, два из них поинтересоваться, о чем будет идти речь, четверть и поинтересоваться, а будет ли что-нибудь Ну, вот, пожалуйста, наличие вожака, о чем он, этот вожак, он куда эту ставлю, поведет Хотя там было предложение совершенно откровенно, без денег, без ничего, помещение есть, возможности есть, потому что даже достаточно широкие возможности, по помещению достаточно широкие возможности Поскольку Рижская дума, она те же бюджетные средства, есть такой дом общественных и государственных организаций Я, как руководитель этого конституционного центра, бедный, я могу в любой момент заявиться и любой зал там снять, пожалуйста Это все бесплатно предоставляется Иди, работы, можно учебные классы снимать, можно программы между собой, дискуссионные клубы открывать Никакой проблемы нет Если вы хотите что-то сделать, то никакой проблемы нет Дело не в вожаке, дело в стае Я бы сказал так, если уж мы такой терминологией идем Если есть, то тогда будет и вожак А если никого нет, ну, все по кустам, все в фейсбуке Еще вот одно предложение, ну, вот, как вариант, разбить сумму отопления за год, на 12 месяцев Выплачивать по частям, в конце года, ну, производить перерасчет, там, переплатил, не доплатил Это имеется в виду система авансовых платежей Ну, она, допустим, мы в своем кооперативе, правда, в пределах отопительного сезона пользуемся системой авансовых платежей То есть, уже известно, среднестатистические, скажем, что с октября по декабрь счета за отопление относительно низкие Январь-февраль – это пиковые месяцы, сейчас еще немножко прихватывает март, потому что отопление вообще сместилось Так, сезон сместился почти на месяц Он стал длиннее, и пики сместились Но в конце отопительного сезона подводим баланс и разницу между взятым и фактическим, значит, выплачиваем назад Телефонный звонок, здравствуйте, вы в эфире, пожалуйста, ваш вопрос Здравствуйте, я звоню Татьяну Вот, понимаете, господина Сидорка, тут такая ситуация интересная Вот я сейчас свои беды закрываю Я очень большой патриот, я бы с вами вообще работала все время Независимо от того, что я продаю квартиру в таком доме, больше жить не хочу В этой общественной организации, я вам уже говорила Но беды вы закрывали, почему? Потому что вкладывая только лично свои деньги Только лично свои деньги И, кстати, ну, они не очень большие И собрания собирала только за свои деньги Арендовала зал и все Налоговая инспекция прислала мне письмо счастья Отчитайтесь за все ваши бюджеты беды Хотя у нас две беды в доме Вы знаете, можно и три завести, и четыре Ну, конечно, кто-то написал донос, это понятно, да И мы отчитывались, вы знаете, сколько я 300 евро вбухала за то, чтобы рассчитаться с этим бедребом, чтобы закрыть все это и не слышать Вы понимаете, это ужасно страшно Потому что у нас государство тоже душит А люди пишут доносы Вот это самое мерзкое Поэтому я говорю, что вот поэтому, наверное, народ немножко такой атрофированный, да Я, конечно, буду работать Буду обязательно Ну, это ужасно Мне так было больно и обидно Ну, спасибо, до свидания Спасибо, Абдам Ну, что я могу сказать? Ничего не скажу Бедра, во-первых, я бы добавил только одно Что бедребра – это такой инструмент, который необходим только в двух таких крайних случаях Первый – это когда люди сами решают обслуживать свой дом И второе – это если перед домом стоит задача взять кредит для каких-то там, ну, я не знаю, виноватся, крупные ремонты и так далее Тогда появляется необходимость в юридическом лице В остальных случаях можно все решить путем собрания Но это не отрицает того, что в доме может быть спящая бедребра Которая не ведет финансовые деятельности и так далее Но здесь очень тоже, здесь все очень индивидуально Здесь все очень, так, я бы сказал, тяжело И, конечно, когда пытаются люди одним домом создать свое юридическое лицо И сами своим домом управлять Это очень тяжело Это кошмарный труд И труд кошмарный, и знать надо очень много И в том числе и налоговые вещи нужно знать Там подводных камней более чем И все это достаточно, ну, неэффективно, я бы сказал То есть объединение в форму бедри, в форму юридического лица Это такой инструмент, который необходим для определенного решения Определенных задач, которые иным образом решить нельзя Это первое Второе, ну, сколько бы мы не отчаивались Сколько бы мы не пытались там вот Уйти от этой проблемы Да, можно уйти из этого дома, можно уйти, скажем, вообще из многоквартирного дома Но проблемы остаются и люди остаются Кто-то, у кого есть возможность, он уходит Но у многих-то такой возможности нет И вот о чем они думают, это интересно Потому что они привязаны к этому многоквартирному жилю так, что уже дальше им идти некуда Ну, и я понимаю, что если отопление еще можно разбить Ну, то есть это вот как бы такая синусоида, которая летом уменьшается, зимой поднимается То увеличение кадастровой стоимости земли и вывоз мусора Это как бы константы, которые разбивая, не разбивая, все равно выплачивать нужно Видите, я бы сказал так, если мы говорим об отоплении Суть не в том, как разбивать непомерно тяжелый счет Как ты его не разбивая, он будет такой Если ты должен заплатить, скажем, там, грубо говоря, тысячи евро в год за отопление, ты их заплатишь Но если тебе легче эту тысячу евро заплатить под 90 евро То обычные домоуправления такое возможности Дают и дают тем, кто не справляется Там можно оформить соответствующим образом документы И тебе позволяет вот это Компенсировать то, что ты не доплатил зимой Компенсировать вне отопления Суть в другом Мы ничего не делаем для того, чтобы сократить потребление тепла Понимаете, сейчас вот тоже Вот сейчас начни говорить об экономии тепла Тебе сразу скажут, а вот смотри, ты призываешь экономить тепло А они поднимают цен И типа нет смысла Но я могу сказать так, что у меня те дома, которые поставили Модернизировали систему отопления Они сократили общее потребление тепла на 20% Да, сейчас Северсилтум споднял цену на 20% Но мои люди будут все равно платить при прочих равных условиях на 20% Ниже, чем в среднем по городу Именно за счет того, что они мы демонернизировали тепло В этой технической гонке нет предела И мы будем сокращать потребление тепла Будут расти цены Но цены, они зависят от рынка Сейчас, как я понимаю, конъюнктурно Нефть и газ послал вверх Соответственно, и цены Пошли Ну, возможно, волна пойдет Уже не раз уже было в истории, когда волна имеет откат Но самое важное, что мы не заботимся о том, чтобы сократить Без создания для себя неудобств потребления дорогого продукта Мы почему-то готовы его потреблять, ну, в ужасных количествах Спрашивают слушатели, может ли собрание собственника дома решить вопрос Разбивки счета за отопление на 12 месяцев Какой процент должен проголосовать за? Это решают собственники или дому? Значит, в первую очередь в законе о квартирной собственности четко записано Что собрание собственников квартир определяет порядок оплаты всех необходимых издержек То есть в том числе и этот вопрос Это в компетенции собрание собственников квартир Это пункт номер один Пункт номер два Для того, чтобы решить этот вопрос, нужно 51% Чтобы проголосовал за такое решение Ну и, естественно, с таким решением нужно обратиться к управляющей компании Чтобы договориться с ней о таком порядке Потому что в чем проблема с управляющей компанией и далее с Силтумсом Силтумс требует ежемесячно стопроцентный платеж И если дом принимает такое решение То управляющая компания должна либо договориться с Силтумсом Ну, не знаю, насколько это будет массовый такой запрос Если будет массовый, то наверняка Силтумс его рассмотрит Потому что там есть свои за или против И дальше договориться о возможностях управляющей компании Но есть еще и третий вариант, как это можно сделать Просто-напросто в течение одного лета накопить вот эту вот дельту На которой нам не хватает И зафиксировать ее на счету дома И потом из этой дельты доплачивать И летом ее туда возвращать То есть варианты есть Да, это в компетенции собрания собственников квартир дома Конкретная модель должна согласовываться с управляющей компанией И чьей есть Слига Силтумс А какой процент должен проголосовать? 51% От общего количества собственников То есть если на собрание пришло, допустим, 51%, то есть 50,5 плюс 1 собственник То они все единодушно должны проголосовать Таковы условия закона Можно это сделать и путем опроса То есть здесь нет ограничений по процедуре Но условия такие Вообще надо помнить о том, что собственники много, очень много что могут решить Достаточно загнуть в закон о квартирной собственности И посмотреть компетенцию копий Быть там колоссальное количество вопросов Отдано в компетенции собственников Просто не пользуются люди этими возможностями? Люди немножко не понимают Люди постоянно говорят так Вы нам навязали такую модель расчета Открываешь нормативную базу и есть 4 модели То есть они сами не хотят выбирать из этих четырех Ну вот один считает, допустим, тот же вывоз мусора справедливым Брать с количеством декларированных Второй считает, что с площади Третий считает, что с количеством квартир Но здесь все это законно Но нужно кому-то выбрать Ну вот собраться и выбрать одну модель, которая вас устроит И это если действующая модель распределения счета Сейчас вас не устраивает То будьте добры, соберитесь И скажите, считайте нам так Это же компетенция собственников квартир Точно так же, наверное, как Ну вот у нас есть звонок Здравствуйте, доброе утро Пожалуйста, ваш вопрос Доброе утро Да, выгодно, может, было бы одной стороне Вот в среднем платить их зиму и лето Но дело, это уже показало практике годами Нету кворума Не собрать это собрание Если даже собрать это собрание Тогда, конечно, с Силтонсом договориться-то можно Я думаю, что Силтонс пойдет навстречу Но нет активности Нет объединения Такое отдельное управление Домом уже доказано Что она неэффективна Спасибо Спасибо Но здесь речь идет, я понимаю, что о том Что собрать вообще кворум очень сложно И когда, ну, собираются Понятно, что все равно есть люди, которые Сдают квартиры свои в доме Проживают в другом месте Есть люди, которые, ну, вот в постоянных разъездах Им неудобно любое время Когда бы не назначили собрание для них Вот кто-то просто асоциален Вот он, ну, игнорирует Ну, видите, есть все эти проблемы Они присутствуют Но главная проблема такая Есть ли люди в доме Хотя бы два-три человека Которые заинтересованы в данном решении Это, по-моему, главный вопрос Вот если есть парочка человек Или один человек, который убежден твердо Что вот нужно решать так То, как правило, решение состоится Потому что, ну, мы живем же уже в другом Совершенном мире Собрание вообще зачастую неэффективно И я собранию отношу, отдаю такую информативную роль То есть ты можешь собрать собрание Придут те, кому, ну, будет либо интересно Либо есть возможность Ты их можешь проинформировать Ты можешь с ними обсудить свои идеи С теми, кто пришли И можешь, ну, подкорректировать то решение Которое ты предлагаешь и так далее Но, как правило, собрание здесь Радиослушатели сто процентов прав Это механизм мертвый Ну, невозможно собрать людей Это нужно что-то сделать Чтобы произошло в доме что-то такое Ну, архи из ряда вон выходящие Но есть механизм письменного голосования И здесь очень просто Здесь очень просто Значит, мы живем Сейчас можно отработать процедуру Закон это позволяет Оговорить вопросы электронного голосования Все это возможно Все это внутри одного дома можно решить То есть, получается, даже бросив Там, не знаю, в почтовый ящик Там письмо, где нужно расписаться Потом этот человек бросает В определенный почтовый ящик Контактного лица И таким образом Совершенно верно Но есть еще более Я скажу так Если есть заинтересованное лицо Которое, ну, вот оно верит Что и проявляет Готово потратить время на принятие решения То просто-напросто начинается Физический обход квартир И всех, кого поймали С ними переговорили Показали эту анкету Получили ответ Дальше начинается Второй этап Это поиск тех людей Ну, которых невозможно Физический контакт Как вы говорите Или уехали в командировки Или они вообще сдают квартиру И хозяева находятся Где-то в другой точке И так далее Но, как правило У этих людей есть электронные адресы Редкий случай, когда их нет То есть, все можно решить Если ты хочешь Если есть цель И если есть желание решать Решить можно Ну, я вам опять скажу Ну, у меня в кооперативе Есть 27 домов 10 подписались Под виновацию И подписались они Не потому, что правление Ходило там за каждым И дергало там за пиджак И кричало Давай подпишись А потому, что в доме Находились инициативные люди Которые свято верили В эту идею И провели работу Между собственниками Но, все-таки, получается Вожак нужен Ну, вот, как Ну, какой-то Человек Нет, ну, нужен человек с инициативой Я не скажу, что это вожак Потому что Те люди, которые у меня Вот в кооперативе Были такими активистами В инновации Они осознали Что это может привести К определенным Плюсовым моментам Они поверили в эти моменты Убедились И они просто-напросто Поговорили со своими соседями И это же идет Это же как Ты погрел с тремя И с трех Один тоже готов идти Пойти Еще с четвертым Погреть И пошла цепочка Как ядерная реакция То есть там дальше Распространяется Все очень быстро И решение там В течение месяца Собирается Две трети голосов Легко Когда есть вот Инициатива Есть начало Конечно До этого нужно Проводить информационную работу Конечно Нужно информировать Нужно давать Какие-то данные Сведения Но это другое Это уже техника работы Но на самом деле С одной стороны Вот демократический путь Через этот путь Я соглашусь С уважаемым радиослушателем Он не самый лучший В данном случае Да, пожалуйста Ваш вопрос Добрый день Добрый Господин Сидорко Если возможно Поподробнее Я не слышал Раньше ваших передач Но хотелось бы узнать Как вы решаете вопрос В своем кооперативе С потерей воды Есть ли у вас Вот эта вот позиция И люди платят Или нет Есть эта позиция Она технически Обоснована И неизбежна И Люди платят И никуда они деться Не могут Потому что Если есть показания Истинные Считаются показания Домового счетчика Все остальное Это вторичные показания Они как правило Не совпадают Если вас интересует Как предлагается Решить сейчас В дальнейшем То мы в кооперативе Сейчас стараемся Первое что у нас Она жесткая дисциплина Люди должны проверить Свои счетчики Строго В положенный срок Второе Сдавать показания В положенный срок И так далее Эта дисциплина Она позволяет держать Погрешность Или потеря воды Это на самом деле Не потеря Это погрешность Измерения Где-то на уровне 20-25% Сегодня мы На сайте Кабинета министров Висит Документ Об изменениях В правилах 10-13 Где предполагается Так что Если вы недовольны Этой разницей То вам нужно Создавать в доме Систему К сожалению Время эфира Не позволяет Сейчас развить Эту тему Но если вы Хотите связаться Со мной По этому вопросу То Моя электронная почта Очень простая Это Сидорко Это Или Собака Балтицом Точка Лв Напишите Я вам отвечу Ну что же Спасибо огромное Я напомню Что Сергей Сидорко Председатель Правления Консультационного Центра Собственников Квартир Сегодня был У нас в студии И мы встретимся Уже наверное Ну ближе К концу лета До новых встреч Спасибо До свидания Всего доброго